Здравствуйте, дорогие соотечественники! Почему я говорю «здрасте» и не «здравствуйте»? Это «здрасте» обычно говорят «здрасте», но свершилось, приехали. В прошлой передаче с Дмитрием, у него и фамилия такая интересная, Пулбери. По-молдавски, кто знает Пулбери, говорят, правший Пулбери, это типа в порошок. Так вот, Дмитрий разнес, сам будучи председателем Конституционного суда в свое время, 12 лет проработавший в этой связи, он сказал, что вот тот Конституционный суд, который мы имеем, то есть это все было, напоминаю, неделю назад, он говорит, не соответствует никаким канонам. Ни конституционным, ни человеческим, ни профессиональным. И, ну, не знаю, как в воду глядел, потому что спустя несколько дней весь этот доблестный Конституционный суд дружно и четко отменил все свои решения. Значит, вот они типа посовещались и пришли к выводу. То ли они Пулбери наслушались, то ли совесть взыграла, то ли испугались чего, непонятно. Но свершилось самое главное. Конституционный порядок у нас был восстановлен. Европа, которая сомневалась, Америка, которая тоже сомневалась, мол, как, все так, ну, вы понимаете, вот Конституционный суд выше, ну, после такого отхода, отползания дружного Конституционного суда, открылись торные дороги. Хорошо, открылись торные дороги, но тут возникает вопрос, ребят, а что делать дальше? Экономика страны развалена, система коррумпирована, инвесторов не жди, бизнес зажат, кризисная ситуация, что будем делать? И вот, чтобы получить ответы на эти вопросы, как перед этим я обращался, вообще у меня привычка, вы знаете, я всегда обращаюсь к людям, знающим, знающим свою область. Пулбери, специалист по Конституционному суду, рассказал нам, что и как. Теперь мы пригласили одного из ведущих экономистов. Я не пошутил, это на самом деле один из ведущих экономистов нашей страны. С колоссальным опытом государственника, практика, который знает и бизнес, знает и государственное, знает законы, и самое главное, он знает законы экономики. Михаил Пойсяк. Спасибо большое за столь лестное представление. Михаил, вы нередко бывали здесь у нас, на нашей программе. Не сгустил ли окраски? Можешь продолжать бить бубны, скакать и радоваться? Или этого мало? Или надо сейчас задуматься о главном? Я думаю, и бубны бить надо. Не мешает, конечно. Не мешает, да. Лучше по ушам. Я объясню, почему. Я, например, не могу вспомнить ни одного случая, чтобы Конституционный суд отменял свои решения. Вот за всю историю. Причем так же дружно, как принял. Да. Я просто... Они же поставили себя в ранг выше Папы Римского и где-то как минимум на уровне Господа Бога. По тем полномочиям, по тем правам и так далее. Поэтому для меня это было, ну, чрезвычайно неожиданно. И я понимал, что это будет... Наверное, все понимали, что сломать Конституционный суд, его решение и так далее, это будет доказано, что вытащить будет невозможно. Поэтому это внушает, конечно, очень большой оптимизм. Все-таки вот это событие поставило точку над всеми сомнениями и всякими. И все эти разлагольства... Точка. Да, да. Подвело черту. И если бы у нас были по-настоящему, как бы, дворяне тех времен, то они должны были как минимум пустить себе пули в лоб. Я извиняюсь за такое жесткое сравнение, но доказывать все время, что все вот как бы было не так, а потом через сутки поменять диаметрально на 180 градусов. Можно одну секунду. Дело в том, что еще в свое время Александр Сергеевич Пушкин обратил внимание, что молдавские бояре, какие-то они не очень аристократы. Он одного за бороду дернул, другого еще. Так тот вместо того, чтобы вызвать его на дуэль, какую-то подляну сделал. Как-то вот по-нашему. И поэтому ожидать от этих ребят, что это потомки каких-то аристократов, аристократов, духа не приходится. Я понял так. Испуганный шеф этого конституционного суда, не хочу полоскать имены и так далее, бедняга. Он когда говорил, что мы все тут проверили, все сопоставили, и такое было впечатление, что вот как про Остапа Бендера, как помнишь Эльхин вот этот, который воровал потихоньку этих бедолаг, кто жил в той общаге, старики какие-то. Дом престарел. Да, какой-то, даже он как-то не на аристократ, а больше на этого мелкого воришку Эльхина был. Украл закон, как бы, а потом его поставил на место. Ну-ну. Поэтому понятно, что в предстоящий период, вот новая власть, будем так говорить, она должна разгребать агнию конюшни. Это прежде всего касается вопросов коррупции. Тех лиц, которые расставлены по ключевым постам, будем говорить, прежде всего, регламентирующих органов, прежде всего, законодательных и так далее. Там надо все менять, расчищать, и это очень сложная работа. Но дело в том, что нам надо менять не только их, а надо менять и саму парадигму развития нашей страны. Вот это главное. Дорогие соотечественники, вот сейчас Михаил Польсик сказал, на мой взгляд, самое главное, что можно было сказать. Вот на самом деле, посмотрите, ну поменяли вместо одного жулика, там, другого, другой придет со своей роднёй, там, кумовьями. Как у нас, как полагается. Что уже имело место. Это уже мы наблюдаем. Вопрос в другом. Ребята, мы, слово парадигма, парадигма, древнегреческий, означает образец, как нечто, чему мы следуем. По какому пути, согласно каким правилам и принципам надо сейчас работать. Иначе мы опять всё заболтаем, закукарекаем, инвесторы, как обходили нас стороной, так и будут, бизнес как рушился, так и будет рушен. Что нам сейчас необходимо сделать? И господа из правительства, прислушайтесь к голосу профессионала. Он не только своё мнение выражает. Это мнение очень многих достойных экономистов. Вот, наверное, ключевой такой показатель, обобщаясь, мы неоднократно о нём говорили, это воловой внутренний продукт государства. Это всё, что создано в течение года в виде прибыли предприятия, в виде налогов и в виде заработной платы. Включая и теневой сектор, да, вот это всё называется ВВП. И вот, как ни странно это звучит, многие как бы, но мы, если взять 89-й год, последний год советской власти, да, ВВП, индекс брать год к году и так далее, мы достигли 79% уровня 89-го года. То есть это минус 21%. Грубо говоря, ВВП, что многие люди есть, которые, этих аббревиатур, ВВП, грубо говоря, в целом, это все те товары, услуги, ценности и так далее, которые производит данная страна. Не совсем так. Тогда уточни, ибо ВНП, ВВП, это разные вещи. Воловой внутренний продукт, тогда я ещё раз повторю. Давай грубо и просто. Да, это добавленная стоимость, созданная в стране. Добавленная стоимость. Она выражается в чём? Заработное платье у всех секторов экономики, включая тени. Проявляется как бы в этом. Да, да, да. Все налоги и прибыль предприятий. Вот это воловое внутреннее продукт. Там есть три технологии расчёта, но самый простой, как бы, для неэкономиста, для понимания. Вот это как бы. Но, чтобы наши люди понимали, что это не просто какое-то, что-то добавлено статистике махинаций. Трудом. Трудом, да. Трудом и ещё раз трудом. На рабочих местах. Потому что труд создал зарплату, труд создал прибыль и труд уплатил налоги. А не махинация там статистика и валюта. Да, да, да. Хотя там тоже есть определённые моменты, но это как бы отдельная тема. Это детали. Но при этом, при этом, я назову ещё несколько цифр, таких достаточно показательных. Если говорить о промышленном производстве, то это 69% только. То есть, меньше. Если говорить о сельском хозяйстве, то 67,6%. Если говорить о животноводстве, то 47,6%. То есть, более чем в два раза сокращение. Мы, наверное, видим... То есть, внимание, мы говорим о сокращении. Да, 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 да. Причём оно катастрофично. Да, да. Значит, но всё-таки, когда мы говорим о, например, сокращении промышленного производства, мы должны понимать, что одно дело, когда мы проектировали трактор, когда мы делали основные узлы и комплектующие у него, и когда мы собирали, это одно дело. А совсем другое дело, когда мы получаем документацию, кто-то разработал, получаем комплектующие материалы и так далее, и мы только отверточные технологии собрали. Объём промышленной продукции большой. Вопрос, а добавленная стоимость мизерная. А такой продукции мы вот за прошлый год произвели на 670 миллионов долларов. То есть, это почти 20% промышленной продукции. Вы из промышленной продукции снимите энергетику, снимите продукцию сельского хозяйства, то есть пищевые продукты. И чего останется? Останется половина, образно говоря. Вот примерно такова ситуация. Значит, и, к сожалению, и в самом сельском хозяйстве. Мы раньше произвели семена, посадочный материал, племенной скот и так далее. Сегодня мы всё это закупаем. Скажем так, вся эта инфраструктура тоже производила эту добавочную стоимость. А мы её загубили и осталось только... Мы производили наука ёмкую продукцию, продукцию с высокой добавленной стоимостью. А мы сейчас пошли... А мы её загубили. Да, мы её загубили, пошли на примитизацию. Вот у нас сегодня треть продукции, это продукция из давальского сырья, которую мы экспортируем, и чистый реэкспорт. Вот примерно, чтобы было понятно. И вообще соотношение между экспортом и импортом... А это главный показатель. Помнишь, или Тюрго, или кто сказал? Говорит, государство как семья. Если она продаёт больше, чем покупает, она богатеет. Если нет, извините, долг. А мы сегодня продаём, с учётом реэкспорта и так далее, давальской продукции, более чем в два раза меньше, чем импортируем. То есть мы завозим в два раза. Эти деньги за счёт чего закрываются? Это закрывается за счёт наших соотечественников, которые присылают сюда деньги. И плюс те заимствования, которые мы берём, и которые мы проедаем, и тратим. Во внимание, дорогие соотечественники, я почему вот так время от времени ваше внимание акцентирую? Дело в том, что сейчас Михаил Пойсик чётко сформулировал одну важную вещь. Если, грубо говоря, мы производим там товары, услуги и прочее, значит, на добавленную стоимость и так далее, на какую-то сумму, да? Которая раза в два, в два с половиной меньше, чем то, что мы покупаем, закупаем, ставится вопрос, разница за счёт чего. И вот Пойсик говорит, что те наши соотечественники, которые здесь могли производить вот эту всю добавленную стоимость и богатство страны, они вынуждены уезжать куда-то, работают там у них на их благосостояние, а потом имидж, грубо говоря, произведённая продукция, приходит к нам. С другой стороны, они посылают сюда деньги своим семьям. И получается хохма. Всё, что они там заработали, на те товары, что пришли, как пылесосом вымывается у нас из страны. Грубо, ну... Мы превратились в государстве в паразит, который живёт за счёт того, что вытолкнуло из страны миллион наших граждан. Тружеников, чёл вот этих самых. Вторая проблема, очень принципиальная и важная, это то, что у нас более чем в два раза сократилась рождаемость. Вот за эти, как бы, годы. У нас рождаемость была на тысячу жителей, было выше 20, рождалось детей. В прошлом году было 9,2. В результате у нас что произошло, у нас есть такой показатель, коэффициент старения населения, у нас лица, которые старше 60 лет, было 11%, стало 17,7%. А люди, это наше главное богатство. Да, да. И вот теперь я перейду, когда мы будем говорить о парадигме развития. То есть об образце, о как бы типе. Да, да, да. Ключевой наш провал, ключевой провал. Мы должны понимать, что придёт какой-то инвестор, мы его завлечём, он построит завод. И за год, за два промышленное предприятие можно создать. Вопрос возникает, а кто на нём будет работать? Есть ли у нас люди? То есть сегодня один из главных критериев оценки прихода к инвестициям, значит, это то, что сегодня нет квалифицированной рабочей силы, большой дефицит. Если кто сталкивался, например, с ремонтной квартирой, он знает, что найти хорошего плиточника или другого строительства. Вообще работников, какие проблемы. Это проблема, и сегодня это одна из ключевых моментов. И здесь я как бы остановлюсь на ряде таких показателей. Значит, вот смотрите, уже не будем тот далёкий исторический период, возьмём последние 10 лет, вот нынешняя власть, что как бы при ней произошло. Вот эти ребята, что кричали, якобы они в Европу стремятся, что они на Европе или тут? Да, вот смотрите, у нас учащихся школ, гимназий и лицеев было 10 лет назад 434,2 тысячи, осталось 334,2 в этом учебном году. То есть 23% меньше. И университеты, и колледжи стонут, нет абитуриентов. Да не дойдём ещё. Теперь, если говорить о старшей классе, 10, 12, 10, 11, 12 год обучения, то было 64 тысячи, стало 35,1. Сокращение 45,2 процента. А дальше по цепочке университеты? В два раза. В два раза. Кошмар. Да. Теперь дальше. Теперь перейдём к профтик-училища, колледжи и вузы. 42,8, 45,1 и вузок 47,3. Сокращение. То есть в два раза за 10 лет. Не шутки. И у нас мы пришли к тому, вот если возьмите статистику, сколько у нас в возрасте молодёжи от 15 до 24 лет, и сравнивать, сколько из них учатся в колледжах, в вузах, в профтик-училищах, в лицеях, в гимназиях и так далее. И сколько из них работает, то получается, что 200 тысяч у нас непрекаянных. 200 тысяч человек, вдумайтесь. Активной, творческой молодёжи. Молодёжи, 15 до 24 лет, ничем не занимаются. Они никому не нужны. Это криминальная почва для криминала. Конечно. Когда человек ничем не занят... Он всегда найдёт приложение. Вот трагедия. Вот мы когда говорим о парадимии, то есть мы, с одной стороны, мы убиваем интеллектуальный потенциал, способствуем, убиваем прямо косвенно и так далее. Но вот это трагедия главная. То есть, ещё раз подчёркиваю, трагедия не в промышленности, не в сельском хозяйстве. Трагедия в интеллектуальном потенциале. Если вы вспомните, как поднимались многие страны. Многие страны поднимались за счёт того, что они... А что Сингапур? Нефть имел, газ имел, леса, что? Ничего. Люди. Это город. И всё, песок. Да. Они даже... Вода привозная. Даже вода привозная. И вон, что там получилось. Ни одного помидора гурца не выращивают. Возьмите тот же Израиль. Возьмите Южную Корею. Израиль тоже. Песок, скалы, пустыня. Да. Вот, то есть, основной потенциал государства, это даже не нефть, не газ. Люди. Это люди. Честный потенциал. Интеллектуальный потенциал. И в этой связи мы пойдём дальше. Вот, если говорить о науке. К чему мы пришли. Россия у нас не самая научная страна. Больше всех тратит в мире на науку. Ну, она где-то примерно 1,1% от ВВП. Но при этом на одного жителя у неё затраты на науку в 33 раза больше, чем в Молдове. Вдумайтесь. На одного жителя. В 33 раза больше на одного жителя. Это при том, что... Как говорят эти научно-перкапито. То есть, на одну голову. Да, да, да. Вот в этом проблема. А если говорить с развитыми странами, да, с развитыми странами, то это сотни раз. Сотни раз. А теперь маленький, Миш, как говорится, принцип историзма требует одну вещь. У нас что, не было создано в своё время ещё при советской власти научная база? Посмотри, Академию наук создали. Институты при Академии наук. Исследовательские институты. Дальше. Промышленные центры, которые на ВПК работали, да, военно-промышленный комплекс, да, инженеры. Откуда в Молдове до сих пор такой высокий, признают все иностранцы, уровень информатизации страны? Они говорят, мы думали, у вас банановая республика, у вас здесь такие продвинутые информационные технологии. Это всё ещё то, что они развалили с тех пор. Да, да, да. Поэтому возникает такой вопрос. Вот те умники, которые пришли и сказали, нам это не надо, нам и компьютеры, помнишь, компьютерный завод, 98% уже был готов. Нам это не надо, нам мы будем торговать помидорами. Кто сейчас торгует помидорами? Мы помидорами посадим Россию на колени. Да. И я смотрю, сколько глупостей, сколько тупостей, сколько нелюбви к собственному народу и ко всем национальностям, что тут в дружном месте работали, вместо того, чтобы подхватить эту эстафету, развивать это всё. Пример, Белоруссия. Кто бы что ни говорил, не разворовали, не разворовали. Нравится кому-то батька Лукашенко, не нравится тиран он или демократ. Белоруссия в современном мире идёт в ногу, сохранив все интеллектуальные людей, сохранили. Я не слышал, чтобы из Белоруссии кто-то разбегались, учёные головы вымывались. А я учился в Минском радиотехе, и я хорошо знаю, что там до сих пор, друзья там и остались, всё. И вот спрашивается, что это за парадигма такая, которая сказала, промышленности нам не надо, науки нам не надо. Я помню, одна дамочка, профессорша, значит, выдала в парламенте, вот из этих либералов. Она говорит, я вообще-то бы закрыла и сельхозинститут. У нас же сельского хозяйства фактически нет. Я говорю, молодец, девонька. Значит, разрушили одно, давай институт, медицину разрушим, закроем мединститут. Сельское хозяйство почти нет. У нас промышленности нет. Давай политех. Всё в чёртной матери позакрываем, и пойдём к светлому будущему. С чем? Я, кстати, приведу цифру. Скажи логику идиотов. Нет, вот смотрите. Вы примерно, ну, все знают, какой удельный вес занимает сельское хозяйство в нашей экономике. При этом ВУЗ наш, аграрный университет, готовит полтора процента из общей численности студентов. Полтора процента. Мы сегодня более трети, это юристы-экономисты. Но это формально, это то, вы понимаете. Которые, судя по нашему конституционному суду, не знают ни юриспруденции, а судя по нашей экономике, в экономике не черта не смутят. Почему? Потому что наука и образование – это симбиоз. Наука не может развиваться на голом месте. Конечно. И образование может быть на голом месте. И, естественно, все это, само производство, оно подпитывается этими кадрами. То есть, это симбиоз. Все это единое целое. И оно у нас было. И надо восстанавливать теперь. И теперь вот коснемся, продолжим то, что мы говорили по научному потенциалу. Значит, вот то, что я называл, наиболее, как бы, больше всего тратят в отдельном весе к ВВП, это Южная Корея и Израиль, 4,1-4,2% в последние годы от ВВП. У нас в 2008 году было 0,57%. Заметьте, да? То есть, почти в 10 раз меньше. А в прошлом году 0,25%. То есть, даже и относительно. А если вот, это я назвал цифры, что в 30 раза меньше тратим мы на одного человека, жителя страны, чем в России. А Байден, если 4 года он сказал, что Россия – это… Безоколонка, я бы назвал. Колонка, которая претендует называть себя страной. Как же он тогда должен назвать молодого? Это тот самый Байден, что со снайперами к нам приехал и историю успеха рассказывал. Да, да, да. Это кого Трамп сейчас имеет в виду? Значит, поэтому я хотел бы, чтобы телезрители понимали, что наша проблема – наша проблема – это прежде всего наш интеллектуальный потенциал, который мы просто просли по нему. Причем не надо… Как ком? Да, не надо винить здесь Запад, говорить, что это какой-то зал. Это мы, это наша работа. Это наша работа. Почему? Потому что Запад, ему понятно, он хочет купить сырье. И продать свои товары и услуги. Готовую продукцию. Поэтому мы приходим в магазин, они такие говорят, ребята, мы все, что вам надо, мы все вам дозаим. Но за это надо заплатить. А заплатить мы чем можем? Деньгами гастарбайтера. Вот красиво. Да, да, да. Это главное. И есть еще один момент такой, колониальной политики, я считаю, в том плане такой, не колониальной, это вымывание кадров. Ведь смотрите, что они говорят. Ребята, те, кто грамотный, кто… Энергичный. Энергичный, потенциальный. Мы возьмем, мы дадим гранты, приглашаем к себе. А старики ваши, прощие, нам не нужны. Да, да, да. И они, вот этот потенциал, поэтому вот, когда читаешь, например, когда наши молдавские ученые проявили себя на Западе и уже не мыслят о том, чтобы вернуться сюда. Да. Они создают ВВП той страны. Той страны. Вот в этом трагизм. И поэтому, когда я говорю о смене парадигмы, парадигмы страны… То есть, о смене ориентира и образца? Мы должны вернуться к тому, должны вернуться к тому, что мы должны именно начать с образования, с образования, да, наука, за ним последует производство, и все это должно быть в симбиозе. И не просто производство пшеницы, кукурузы, подсолнечник, рапс, который мы отправляем, а даже с того подсолнечника мы не отжали масло, и этот шрот не отдали на короб скоту или ту же самую кукурузу. И тем самым вот эта добавочная стоимость чуть-чуть за рубеж ушла. Конечно, да. Она все уходит туда, и мы получаем, когда она говорит, вот мы достигли там 3% роста ВВП, да нам, чтобы достигнуть при 3% роста ВВП нынешнего уровня европейского, надо больше 100 лет. Это при том, что те будут стоять на месте. Вот чтобы понимали… Трагизм ситуации. Миш, ну смотри, ты очень правильно, мне очень понравилось, как ты поднял вопрос. Что вы хотите из Запада? Запад действует в своих интересах. Это нормально, дай Бог, чтобы у нас, вот как на Западе, наши мыслили о наших интересах. Но ты помнишь, когда подписывались с Евросоюзом, вот по ассоциации? Да никто же не читал. А ну-ка вспомни, кто-то боролся за наше присутствие на их рынках, на условиях, чтобы это пошло на пользу стране. Вот Лянка, который, я помню, счастливый, стоит вокруг десант из кучи министров иностранных дел, и там примет. И вот, что изволите, мы вам еще подписываем. Если ты, министр иностранных дел, за каждый витамин, за каждую позицию, я повторял, вот у румын получится, румыны за каждую позицию торговались. А наши, на, чего изволите? Я приведу... Так вот, этот парень, который, кстати, вот сейчас на шоро катят бочки, а кто подписал эту знаменитую бумагу? Не он? Вот когда будет сидеть... Который всего лишь премьер. Да. Который говорит, откуда я, я там не пришел. Вот пока у нас будут такие министры иностранных дел, такие премьеры и такая вот вся эта шелупонь, прости меня за выражение, страна будет, двигаясь якобы к Европе, на самом деле отдаляться и отдаляться и отдаляться от нее. Значит, смена пороги... Хотите быть европейцами? Делайте, как они. Поднимайте науку, образование, поднимайте все, что связано с инфраструктурой и так далее. Я так понял, твоя парадигма, чему хочется. Хотите быть европейцами? Будьте им. Конечно. А не болтайте. Конечно. Я приведу... Когда только подписали соглашение об ассоциации, я был на одной телепередаче, там присутствовал Корман, представитель парламента. Я говорю, вы представляете, что вы подписали? И начал называть ему... Позиции. Позиции. Он обращается к своему помощнику, сидел рядом. А там что, действительно это написано так? Клянусь, это я... Чувак подписывал бумагу. Вы понимаете, да? То есть люди прочли документ там тысячу страниц. Там идет... Я почему сказал слово чувак, а не сказал должность? Потому что, извини, это поведение не государственных деятелей, а чуваков. Мы же за три месяца слепили все. они взяли, вот если взять соглашение об ассоциации с Украиной, значит, я, причем, понимаете, вот есть английский язык бытовой, это один язык, а есть английский язык деловой. Это разные вещи. Слэнг какой-то четкий со своими смыслами. И вот я когда читал, потому что вначале было соглашение об ассоциации, еще раз подчеркну, тысячу страниц, там было где-то сто с лишним страниц там текстовка, а потом остальные девятьсот это были приложения. И когда читаешь, некоторые вещи, так я брал украинское соглашение, которое подписали украинские. Я украинский знаю совершенно, я же из Днепропетровска. Значит, и я считал, смотрю, вот как бы это, сомневался, думал, может что-то ты не понял. Да, 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 да. Я читаю, я вижу по-английски, по-украински и так далее, потому что в них был переведен уже к тому времени. Вот это проблема, это проблема, что у нас хотят угодить, угодить, да? Кстати, а украина, между прочим, экономическую часть, я не слышал, что подписала. Так они же за это, вы же помните, почему этот... А-а-а, боролись украинцы. Так президента же выгнали, они же за это. Загадамска, давайте мы приостановим соглашение, этот... Ну, боролись хотя бы украинцы пытались. Нет, Янукович отказался, давайте мы отложим. Они же этот бунт же подняли именно за то, что Янукович сказал, что давайте мы подождем с подписанием, потому что там он... Экономическая часть не устраивала страну. Да, 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 да. Там была масса проблем, как и у нас. Но я еще раз подчеркиваю, что это проблема не европейцев. Это наша проблема. Это наша проблема. Ребята, мы когда покупаем что-то или что, мы потом говорим, что продавец виноват? Я покупатель виноват. Конечно. Считай внимательно условия, смотри внимательно... Продавец продает то, что ему выгодно. Это все правильно. И по той цене, которую он хочет. Если ты или лопух, или угодник, или, прости меня, предатель собственной страны, так что с тебя взять? В экономике есть такое выражение, вот когда говорят, что стоимость товара. Стоимость товара не та стоимость, по которой называет продавец, а та, по которой этот товар купили. Потому что это рынок покупателя. Понятно, да? А у нас получился рынок продавца. Да, да, да. Что привезли? А ты помнишь, еще, Миш, была такая, я помню, заминочка. Кто-то из наших выдал. Может, вам еще чего-то уступить? Я как это услышал. Вот я когда в Китае работал послом, я там выгрызал, договаривался с Китаем, я не имел ни нефти, ни газа, ничего. И китайцы нам и медицинское оборудование давали, и давали им компьютеры в то время. Это все. Почему? Китайцам нравилось. Они говорят, вот этот молдаван борется. Они даже уважали за то, что ты борешься за свой интерес. После вас в курсе, какое соотношение экспорта и импорта Китай с Молдовой? Более 30 раз. А знаешь почему? Более 30 раз. Смотри, как мы работали. Я говорю, товарищи китайцы, я очень уважаю вашу культуру, историю. Они знали, что я на иероглифах читал древние тексты. Для них это очень важно, уважение. Но я говорю, вы поймите нас. Мы с вами, говорю, в неравных. У нас особо нечего вам продавать. Ну, вино есть, там еще чего там какие-то. И была мысль у меня, и китайцы соглашались. Я говорю, ребята, смотрите, сейчас Молдова, буфер между Китаем и Евросоюзом. Мы еще не были там ассоциированными никакими. Я говорю, посмотрите, какая мы классная площадка. Давайте делаем здесь, на нашей территории, различные совместные предприятия. Там тогда было целые экономические зоны, там всякие проектные зоны, там много. И китайцы соглашались. Я говорю, вот это и вам будет выгодно, и нам, у нас еще много рабочей силы тогда было. Вот. И будет выгодно. Нет, пришли ребята, ничего им не надо, Китай нам вообще не нужен, Россия пошла, она матушка, бог знает, кудысь, все, нам ничего, и нам ничего не надо, и народ в результате стал разбегаться. Миш, как ты считаешь, могли бы мы еще тогда воспользоваться вот этим положением нашим особым между Россией и Западом, Китаем? У нас и сейчас есть для этого основания, но когда министр экономики говорит о том, что у нас увеличится товарооборот, и это большая заслуга, но при этом он не говорит, что более 30 раз разница между экспортами, то есть у нас экспорт нулевой. То есть китайцы предлагали, давайте совместно, они соглашались. Я с ними обговаривал. Они очень разумные люди. А у нас тут никому это, видите, не надо. Они очень разумные, и тогда китайцы что, ну не хотите, седьмой километр, завалили китайскими товарами, и все о чем говорили. Нет, так и у нас зайдите в магазины, посмотрите что-то. А в Европе, посмотри. Да, да, да. Там по-хорошему смотришь, французская какая-то, итальянская фирма, а там маленькая штучка, меденчайна. Меденчайна. Да, да, да. И есть еще один момент, который принципиально это, о том, что в Китае, у нас как бы-то сложилось такое предвзятое представление о том, что китайские товары это барахло. Зря они так делают. Потому что Китай делает по трем стандартам. Что закажешь, то не получишь. Они делают по стандартам. Один для развитых стран, это самое высокое качество. Да, экстра класс. Это самая дорогая продукция. Второй класс, это для внутреннего потребления. Для своего рынка. Да. И третий, для развивающихся стран. Ты хочешь плитку купить в три раза дешевле? Пожалуйста. Корявую. Корявую там с чербинами, которые завтра все-таки... Или сандалии, которые после первого дождичка развалятся. Пожалуйста. Они будут три раза дешевле стоят. И вот в этом проблема. То есть наши, наши, в кавычках, бизнесмены, они стремятся... Ага, я этот дорогой... Подешевше взять? Да. Там побольше наварить, на три раза умножил, привез сюда. А потом китайцы виноваты. А потом китайцы виноваты. Поэтому в любом... Вот есть такое выражение. Почти дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Это точно. Вот, по-моему, в нашей стране именно это происходит. и очень хочется надеяться и верить в то, что все-таки вот новая власть, новая власть привлечет людей профессионально подготовленных. Почему? Я сразу скажу, вот, я имею очень большой бюрократический опыт в положительном плане. Что такое? Это хорошее знание государственных взаимоотношений, аппаратная работа и так далее. Это важно. То есть не... Люди. Можно я... А то мне уже 70, память не та, Миша, извини. Вот я помню, значит, когда с Китаем были дела. Значит, было два человека, Мариан Лопу и Игорь Додон. Они оба были, приезжали в Китай. И должен сказать, кто бы что ни говорил о Мариане Лопу, но в тот момент он очень прекрасно понимал задачи. И он сделал очень много для того, чтобы делегации китайских бизнесменов, государственников посещали Молдову и очень много договаривались об экономических зонах. Порт Джуджулеш тогда возникал, как его приладить. Он сделал очень много. И Игорь, который был замом, если ты помнишь, вот он приезжает ко мне в Пекин и говорит, Виктор Иванович, мы должны вот форум сделать бизнесменов, это был первый форум бизнесменов Китая и Молдовы, что такое Китай, что такое Молдова. И тем не менее, китайцы отнеслись очень здорово. Игорь тогда проявил колоссальную настойчивость, энергию, он вообще такой, берется, он берется за что-то, он прогрызет все. Ему все было интересно, что, почем, где, чего, чем можем, как и так далее. Прошел этот форум на очень высоком, так сказать, подъеме, очень многое наметилось тогда. И вот тогда, должен сказать, что и Мариан, и Игорь, они колоссально, я ничего не могу, никаких, даже я еще удивлялся. Ты смотри, вот эти все, как бы фантазии, а люди поняли, что это не фантазия, это серьезно, из Китая пошел. А потом, что с этим всем сделали? Все угробили. Ну и время Европы, не понимая, что наша сила в том, что мы между ними и ими, между Россией и этим, между Китаем и Европой и так далее. И мы, вместо того, чтобы воспользоваться этими потоками, оседлать эти потоки и так далее, пришли новые болтуны под видом европеизации. Никто так не опозорил европейскую идею, как эти люди. История успеха. Парадокс. То есть, я людям говорю, были люди, нормальные. Дело в том, что вот забывается, отсутствует понимание того, что любое производство имеет смысл только тогда, когда есть кому продать. и я это неоднократно говорил и повторяю, но, очевидно, не все как бы это могут воспринять, потому что на Западе есть один вид товаров, которые они могут наш покупать и будут покупать, а на Востоке совсем другой, который мы никогда на Западе продавать не будем. Мы должны понимать, очень хорошо, что мы очень сильно отстали технологически от них. Очень сильно отстали технологически. Плюс теперь мы отстаем уже интеллектуально, вот то, что я называл цифры и так далее. А это звоночек. Да. И очень интересно, например, Запад этого не предлагает, а ведь Восток, прежде всего Россия, они предлагают не просто построить здесь завод, а взять на учебу молодежь, обучить вузов. Не готовеньких отсасывать, а учить и помогать. И вот в этом пример Гогозии, они же строят завод светотехнических изделий в Гогозии, и там молодежь именно будет обучать. И уже взяли на обучение в Москву, там несколько сот тысяч долларов завод светотехники, для экспорта продукции в Европу. Вдумайте. То есть Россия понимает, что она все время под санкцией, у нее есть проблема. А так продукция произведена в Молдове. Молдава. Молдавские специалисты. У нас открытый рынок. Очень разумно. И нам выгодно. И китайцы также хотели, чтобы было не Мэйден Чайна, а Мэйден Болдава. Да. Вот в этом проблема нашей страны. Поэтому я уже как бы заездил это слово насчет парадигмы, но мы должны именно развернуть понимание ситуации, в каком мы находимся. И возвращаясь к тому, что я начал говорить о том, что о бюрократическом опыте, какая главная проблема сегодня. Тоже пришли новые люди. Они, как правило, без бюрократического опыта. Тем более, вот нынешняя власть, вернее, прошлая власть, она что наделала? Она из тех министерств почти половину разрезала, как бы порезала, сменила людей. Пришли люди, которые абсолютно не знают и не знакомы и так далее. Могут быть, они хорошие, могут быть, они и учились хорошо. Но профессионально безграмотные. Вот в этом проблема. И вот уже столкнулись, вот сейчас открыли этот, сейчас хотят опять делить министерство, вы знаете, да, образование. Ох, любим делить. Ох, делить. Я в таких случаях всегда вспоминаю учителя моего по жизни, еще в те далекие времена. Он мне говорил, Миша, все организации делают не для того, чтобы было лучше. А для того, чтобы убрать ненужных людей, поставить нужно. То есть опять возвращаемся к людям. Да. Михаил, я, если вот для наших дорогих соотечественников, как бы просуммировать вот то основное, что ты сказал. Первое. Дело не в лозунгах. Дело не в партийных этих флажках. А дело, прежде всего, в самих людях. И не просто в людях, потому что без людей вообще ничего нигде не делается, а людей, заточенных на новые подходы, как ты сказал, по-научному парадигмы, развития, которые основаны не на том, чтобы быть чем-то придатком, который производит человеческий капитал, заметнее людей. Капитал. То есть это не люди, а какие-то фишки, из которых самые активные, креоактивные, образованные, за наш счет выпистанными нашими матерями, отцами, бабушками, дедочками, которые бы пошел обогащать за границу, а у нас здесь выходит, что остается какая-то непонятная зона, где только одни старики, люмпины, всякие деклассированные ребята и молодежь, желательно без работы, которая якшается, наркота, баловство, буза, криминалитет и так далее. Так вот, если я правильно понял вот то, что ты сказал, это твой призыв к новым, с одной стороны, министрам, к новым государственным деятелям, что, ребята, перестаньте бегать и махать вот этими лозунгами флажками, да, мы, мол, Европу и так далее. Не надо хотеть в Европу, мы и так в середине Европы сидим, ножки взвесили между Атлантикой и Уралом. Нам надо, чтобы, наконец, мы поняли, мы и есть эта Европа, как и Россия, кстати, вот тоже от Урала, как и Украина, как и Румыния, как и Болгария, как и Франция, как все, мы все есть европейский континент. И если мы хотим быть европейцами, то надо начинать с того, что менять вот это на кого-то, а как они? Европа делает сама себя у себя дома. У нас есть свой дом, и мы должны о нем заботиться. Значит, образование, развитие науки, технологии, вот ты говорил, как я понял, вот, и самое главное, не заболтать, не погубить это дело, а не там опять смотреть, куда на ножа засунуть телефона и так далее, а чтобы поставить людей, которые решали вопроса. Если я, как бы, от имени телезрителей попытался понять вот суть... Экономика, в переводе на русский язык, означает хозяйствование. Мы должны быть хозяевами этой жизни. Огромное спасибо. Вот на этих прекрасных словах Михаила Постяка, что экономика это хозяйство, и мы должны быть хозяевами. И когда помню еще в те годы, когда разваливался Словенский Союз, бегали тут одни чудики. Эй, ну, если ты хозяин, так будь господарь, а не разгильдяем, который растаскивает все, и дети которого бегут из его собственного хозяйства. А ради детей, ради наших внуков, мы это должны делать, потому что главное богатство страны, как совершенно четко сказал, заметьте, не гуманитарий какой-то там поэт и прочее, а экономист Михаил Постяк, главное богатство страны это люди. Люди, я люблю вас, будьте бдительны. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова